То есть сейчас действительно очень стали модными различные игровые методики. Касаемо именно системного анализа, системного подхода, это было продекларировано. Частично эти видео уже выложены, я там называю даже фамилии, кем продекларировано. Но как таковой фактурой, то есть хороших учебников нет, ну, к сожалению, нет. Хороших учебников нет. Вот, к сегодняшней лекции было писано, несколько названий, но, к сожалению, отнести их к хорошим нельзя, к сожалению. Было две попытки, мне известно две, возможно, было больше попыток сделать на русском языке задачник, его тоже нет. Поэтому обсуждать сейчас, как давать, это затруднительно, поскольку мы обсуждаем, как давать таблицу умножения в отсутствии таблицы умножения. Это в виде метафор, да? Это первый ход. Значит, второй ход, да, действительно, массовое обучение, наверное, действительно нужно делать максимально таким игровым, потому что не запомнят. Элитарное обучение, то, которое формирует элиту, какая это будет элита, это будет военная элита, это будет элита разведки, элита дипломатии, элита врачей, идет через колоссальный труд. В этом отношении, я поклонник Суворова, тяжело в учении, легко в бою. Обратите внимание на сопоставление, в бою легче, в бою легче, в бою, где могут убить, чем в учении. Поэтому, соответственно, элитное обучение, оно связано с тем, чтобы в учении было тяжелее. Очень большой личный труд, вплоть до намеренного специального затруднения тестовых контрольных заданий. Почему это нужно? Так лучше, вот там масса не очень понятных механизмов, так лучше образуются новые нервные сети в мозгу. В состоянии полубезделий и развлечения хорошие нервные сети для масс не образуются, но нужны некоторые усилия. Поэтому, если говорить о качественном обучении, качественное обучение, элитное обучение, другое дело, что это обучает менее процента людей в стране, это разведчики, это дипломаты, контрразведчики некоторые, не все, кстати, да, то, соответственно, колоссальный личный труд, вплоть до того, что специально утяжеленные, усложненные задания. Продолжение следует...